Веперавир 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 это действующее вещество, которое пытались использовать для борьбы с гриппом и в Америке, и в Японии. Зарегистрировали его только в Японии, в Америке его не зарегистрировали из-за сильных побочных эффектов. Хемически это вещество очень простое, оно является производным от пирозина. Оно очень мало отличается от старого доброго пирозинамида, которым лечат от туберкулеза, и который продавался еще недавно в аптеках за 179 рублей. Нет ни одного завершенного, двойного, слепого, рандомизированного, контролируемого испытания, которое бы подтвердило его эффективность. Это не значит, что этой эффективности нет. Это значит, что по мнению современного профессионального медицинского сообщества, такого испытания еще не провели. Какой-то человек почувствовал себя плохо, хватанул этого фавиперавира, почувствовал себя нормально и сказал, о, мне помогло. Вот на это весь расчет. Проблемы будут, скорее всего, только у вашего кошелька, если вы не беременная женщина. Кошелек похудеет на 12 тысяч рублей. Если вы беременная женщина, то могут быть большие проблемы с плодом. На экспериментах с мышами доказано, что фавиперавир обладает тератогенным действием. То есть приводит к тому, что мышата рождаются с врожденными дефектами. Исследования, проведенные в серьезных странах в той же Японии, показали, что, к сожалению, не помогают. Поэтому нормальные страны о фавиперавире забыли и пытаются производить лекарства, которые основаны на реальных антителах к коронавирусу. А в странах типа Бангладеш и даже в той же Индии действительно продают эту штуку в качестве того же самого фалфомицин. Если посмотреть 40 таблеток, они в Индии где-то стоят 1400 рублей. У нас они стоят 12 тысяч. Но это какая-то такая наглая алчность, когда на фавиперавире мало того, что значит вы его продаете, так вы еще на этом зарабатываете какие-то такие безумные деньги, которые даже в Индии стесняются брать. Мне вчера на вопрос оперативный штаб ответил, что пока этого препарата в больницах Мурманской области тоже нет, он не применяется. Но в ближайшем будущем планируется его закупить. Но очень ограниченным количеством они хотят всего 11 курсов купить для нуждобластной больницы, которая является у нас главным учреждением по борьбе с ковидом. И почему так мало они не поясняют, но у меня есть некоторая надежда, что у нас наконец чиновники просто стали слушать врачей, которые пока с опаской относятся к этому препарату. Субтитры создавал DimaTorzok